Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин напоминает телефон прямого эфира 8495-78870. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Это говорит Евгения. Михаил, вы когда-то говорили по поводу ЖКХ современного. Сказали, что вроде бы с августа должно повыситься. А мне вот сейчас прислали квитанцию, вот я в ЖСК нахожусь, прислали квитанцию, что в общем повысилась значительная квартплата. Как вот это рассматривать? Понимаете, мне сейчас сложно сказать, потому что сейчас ЖКХ озверело и понимая, что могут быть разные неприятности, особенно управляющие компании, которые пытаются любой ценой сорвать как можно больше денег. То есть нужно очень тщательно проверять все платежки, ни в коем случае сразу не платить, внимательнейшим образом разбираться, чуть что подавать в суд. Потому что с требованием, чтобы суд вынес решение о приостановке, соответственно, обязательств по этим платежам. Потому что в противном случае вас обводят по полной программе. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Вы закончили перед рекламой фразой, что все кончится плохо. А мне кажется, кончится хорошо, потому что нам с вами сейчас плохо. Вот знаете, я живу, у меня вроде бы деньги есть, а мне противно, понимаете? Все, что вы говорите, это правда. И мне кажется, что у нас в России всегда решалось бунтом. Вы не видите другого выхода, потому что никогда и не было. И у нас ведь, да не то, что разлабление, понимаете, вот нормальных людей дремлет справедливость, но у нас умных не очень много. Вот, как ни странно, в дураках большая проблема. И вот еще хочу сказать следующее. На руках у населения много миллионов локоствольного оружия, которое абсолютно бесполезно при самообороне, но при стрельбе для милиции оно очень подходит. И мне бы хотелось, вот чтобы полиция это услышала, и чтобы они, я не знаю, что там сделали себе, потому что, ну реально, ну, дай бы старить, понимаете? И мы что-то будем делать. Я понимаю. Значит, полиция ничего делать не будет. Она твердо убеждена, что у нее все под контролем, как и все спецслужбы, и, как всегда, в последнюю секунду обнаружится, что они ничего не контролируют. Значит, что касается гладкоствола, то он как раз вполне хорош при, как бы, при защите, потому что нарезное оружие, оно нужно для стрельбы прицельной на большую дистанцию. В городе это не нужно, там, какой-нибудь гладкоствол с большим калибром куда более эффективен, чем нарезное оружие, если, конечно, речь не идет об автоматах. А, Калашникова или там УЗИ, но в целом я должен сказать, что вот это вот дикое озлобление, которое сегодня в обществе, оно начало нарастать именно вот за последний год-полтора, как только стало понятно, что экономическое положение будет ухудшаться. Более того, на самом деле, вот средний класс, он народу сказал же, вот был, власти сказал, он вышел на Болотную площадь. Другое дело, что когда он увидел, кто его ведет на этой Болотной площади, он тут же разбежался с ужасом, но он все понял. А власть не поняла, потому что ему сказал, ребята, так нельзя. Теперь еще одна вещь, значит, по части умных и глупых. У нас очень высокий уровень образования. Вот наша элита, она решила ликвидировать образование в логике вот какой, чтобы это быдло не могло конкурировать с ними за высокие посты. То есть, грубо говоря, человек от сахи, он получается такой тупой, даже писать не может, что его никак нельзя назначить чиновником. Значит, чиновником назначат моего сына или дочку. Логика вполне понятна. Беда только в одном. Человек с хорошим образованием не склонен к резким поступкам. Он, значит, ценит как бы и себя, и как бы и то образование, которое он получил. А человеку, у которого образования нет, он в смысле сильно более брутален. То есть, они на самом деле на свою голову создают потенциал для бунта. Но это как бы, когда боги хотят наказать, они лишают людей разума. У нашей элиты разума уже, безусловно, давно нет. Ни коллективного, ни личного. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Михаил меня зовут. У меня такой вопрос. Вот я согласен с вами, что раздражение в обществе растет, потому что я по себе это чувствую. Но как вы тогда объясните действия, скажем так, Госдумы, которая постоянно принимает запретительные законы, ужесточающие наказание за всякие виды правонарушения? Они что, пилят сок, на котором сидят? Да вы поймите, я еще раз говорю, они не понимают. Они не понимают, что они живут в рамках общественного договора. Они не понимают, что их спросят. И они прикидывают, вот тут у нас как бы есть, вот тут какие-то небольшие опасности, тут сейчас мы вот это закроем, это закроем. Они себя ведут абсолютно естественно для людей, которые себя ощущают абсолютно безнаказанными. Но после того, как они в массе в целом нарушили общественный договор, эта безопасность исчезла. Ну, тогда, значит, появился страх. Чем сильнее страх, тем они сильнее пытаются завичивать гайки. Ну, еще раз говорю, ну, невозможно. Когда боги хотят наказать, они лишают людей разума. Здравствуйте, Михаил Леонидович Николаевич. Ну, практически вы рассказали о начале созревания революционной ситуации в стране по Ленину. Вот, но она должна созреть. И кроме этого у народа должно быть какое-то ведомое ядро. Вот, и такая же ситуация была в 93-м году, по-моему. Но Зюганов не взял на себя вот эту вот ведомую роль. Он испугался. А что, кто будет теперь, по-моему, подавить? Просто это будет без какого-то более реального ядра. Будет просто народный бунт. А народный бунт подавят в крови. Но подавят. Как вы думаете? А видите ли, в чем дело? Подавить бунт можно при условии, что он не слишком будет разрастаться. Но тут есть свои тонкости. Уже известно, да, что ОМОН не хочет участвовать в разгоне людей. Я думаю, что и внутренние войска тоже этого не будут делать, потому что, в общем, информация и до них доходит. Они же не в казармах живут, они же живут в квартирах. Они там интернет смотрят, радио слушают. Да, не всегда можно говорить правду, но, тем не менее, это правда доходит. А сарафанное радио так доходит точно. Но самое главное другое. Если восстаний будет слишком много, то этот режим считавать не сможет. Тут уж ни о каком общественном договоре и речи быть не может. И тут начнутся такие штуки. Они просто не смогут удержать ситуацию. Они этого боятся до безумия, потому что с точки зрения там некоторых взглядов нужно бунт спровоцировать, подавить его из пулеметов. И на этом все закончится. Понимаете, это не СССР там какого, 61-го года, когда в Новочеркасске один раз нужно было продемонстрировать, что как бы шутки в сторону, и все сразу и закончилось. А Хрущев тут же изменил политику. Несмотря на то, что он, конечно, был самодурой и, в общем, не семи. Опять же. Здравствуйте. Добрый день, Валерий Масло. Вы знаете, на мой взгляд, ситуация складывается немножечко по-другому. Лудиты, так называемые, их действия всегда направлены в основном на станки, вот на это отделение милиции, как на Украине. А крупных волнений не будет. Не дадут. Это раз. Во-вторых, как предыдущий, ну, говорил товарищ, во-первых, нет лидера. Раз. А во-вторых, у власти... Алло. Ну, я не согласен. Мы диалог с ним, с вами. Ну, понимаете, как бы вы говорите, у нас осталось еще 25 секунд. А во-вторых, никому не интересно шевелить ту элиту, расталкивать ее, которая на сегодняшний момент существует. Медведева никуда не денут. Сердюков провалился, а это вставленник Медведева. Чубайс провалился. И что с ним стало? Ничего так же есть. Значит, давайте сделаем перерыв на новости, я вам отвечу на этот вопрос. Русская служба.